Харе Кришна! Продолжаем обсуждать 9-ю главу Бхагатгиты. Вчера мы обсуждали 11-й текст. Давайте сейчас сориентируемся по разделам этой главы. Можно все 4 стиха, начиная с 11-го по 14-й, выделить в 1-й раздел. Ну и условно он делится, этот раздел, на 2 подраздела 11-й и 12-й. Говорится о тех, кто глуп, подобно ослу, мудхи, сбитые с толку материальной энергии, то есть они находятся под контролем материальной энергии, они не могут понять Бога как Личность, они не признают Кришну в Верховной Личности Бога. И в 11-м стихе, это то, что мы вчера обсуждали, утверждается, что глупцы, не способные понять трансцендентную философию, глумятся над Кришной, когда Он не сходит в этот мир в облике человека. Почему? Потому что они в невежестве относительно его парамбхалам, садчидананда, виграха, его трансцендентной, высшей, обладающей высшей природой, трансцендентной духовной формы, являющейся причиной всех духовных и материальных миров, являющейся основой всего сущего. Это действие материальной энергии. В 11-м и 12-м стихе описывается действие материальной энергии. То есть, под влиянием материальной энергии живые существа сбиты с толку, их разум покрыт невежеством, и они, не признают Кришну, глумятся над Кришной, когда Он не сходит в этот мир в облике подобному человеку. И в 12-м стихе говорится, что эти глупцы, сбитые с толку, заблуждающиеся таким образом находящиеся под влиянием материальной энергии, не достигают никакого успеха. Чем бы они ни занимались. То есть, разные люди имеют разные желания, разные устремления, цели. И что бы они ни делали, они потерпят неудачу во всем. Это 12-й текст. Заблудшие, сбитые с толку, они придерживаются демонических безбожных взглядов, и потому их надежды на освобождение никогда не сбывают со всех попытки преуспеть и обрести знания, постигают крах. Понятно, да, что вот эти два стиха в паре, 11-й и 12-й, действия материальной энергии, и что получают такие люди, которые не принимают Кришну, Верховной Личностью Бога. А в 13-м и 14-м стихе противоположность им, Махатмы, Великие Души, свободные от влияния Майи, напротив, находящиеся под влиянием Дайви Пракрати, духовной энергии. Они осознают Кришну, как изначально неистащимая Верховная Личность Бога. И они, как это в 13-м стихе говорится, А в 14-м говорится, что они неустанно прославляют Господа, служат Ему с великой решимостью, преклоняются перед Ним, падая ниц передо Мною, Кришна говорит, там используется, Бхаджан-те-мам, с любовью поклоняются Ему, занимаются преданным служением, находятся в сознании Кришны, занимаются преданным служением в сознании Кришны. Это великие души. Вот те, которые свободны от влияния Майи, напротив, находятся под покровительством Дайви Пракрати, внутренней энергии. Вот это 4 стиха. Два из них, 11-й и 12-й, о материальном, о действии материальной энергии, избитых столб в живых существах, которые подобным мудхам не способны понять трансцендентную философию. И 13-й и 14-й, о махатмах, которые осознают Кришну изначально неистащимую верховную личность Бога и постоянно, неустанно занимаются преданным служением различными видами трансцендентной деятельности, преданным служением, прославляя, слушая и так далее. Прочитаем перевод всех этих 4 стихов для того, чтобы было вот это ощущение, понимание, ощущение целостности, это одна из задач, когда мы изучаем шастро, мы должны увидеть ее логику, этой шастро увидеть целостность этого произведения, что это слаженное, связанное учение, состоящее из различных инструментов знания, из различных аспектов философии. То есть это подобно картине, красивой картине, сложной мозаикой, мозаика, да, то есть какое-то изображение, сложенное мозаикой, да, или пазлы, собранные пазлы вместе, то есть это не хаос, не разбросанные какие-то философские утверждения, не вольные из мышления, то об одном, то о другом. Это все единая система знаний. Самбанха, Кидея, Прайоджина, если брать один из этих аспектов самбанха, у него есть определенные детали, и все это здесь освещается. То есть это единая система. Вот это очень важно. При изучении, при первом изучении шастро, в серьезном изучении шастро, увидеть целостность этого произведения, связанность различных разделов между собой. И вот в данном случае вот эти четыре стиха здесь. Давайте их прочитаем. Перевод просто. Одиннадцатый. Глупцы смеются надо мной, когда я прихожу в материальный мир в облике человека, им неведома моя духовная природа, верховного повелителя всего сущего. Двенадцатый. Заблудшие, сбитые из толку, они придерживаются демонических безбожных взглядов, и потому их надежды на освобождение никогда не сбываются, а все их попытки преуспеть и обрести знания постигает крах. Двенадцатый. Осенпритхи. Те же, кто свободны от заблуждений, великие души, находятся под покровительством божественной природы. Они служат мне с любовью и преданностью, ибо знают, что я верховная личность Бога, изначальная и неистащимая. Четырнадцатый. Неустанно прославляя меня, служа мне с великой решимостью, падая ниц передо мной, эти великие души всегда поклоняются мне с любовью и преданностью. итак, продолжаем. Вот этот первый подраздел, вчера мы обсудили одиннадцатый, здесь можно еще добавить много. Я посмотрел, нашел статистику. Среди современных ученых 51% по опросу, был сделан опрос, 51% верят в Бога. Но если вдаваться в детали, оказалось, что в Бога верят 33%, 18% верят во вселенский дух или существование некой высшей силы разумной. То есть у них представления очень абстрактные, и только 33% верят в то, что есть Бог, да, именно, Бог-Личность. И это не маленький процент, мы видим, что очень непросто вытравить склонность в человеке к вере, в Бога. И даже среди ученых, где, в общем-то, продвигается и утверждается атеизм, атеистические концепции считаются официально принятыми концепцией существования или сотворения происхождения Вселенной, в частности. самоорганизация, теория самоорганизации материи. То есть, да, на самом деле, из множества материальных, таких материалистичных аргументов, атеистов, множество даже аргументов теистов в пользу того, что Бог есть, один из самых сильных аргументов, которые очень сильно убеждают, это теория самоорганизации материи. То есть это наоборот, целью этой теории является наоборот утверждение атеистической концепции, атеистических взглядов в отношении происхождения Вселенной. То есть когда какие-то ученые утверждают официально, это считается среди множества ученых, что Вселенная произошла из-за взрыва, ничто взорвалось и получилось то, что мы имеем. Но появляется проблема логическая для утверждения вот этой доктрины. Логическая проблема, даже не логическая, а свидетельство на уровне протягши, на уровне наблюдения за феноменами материального мира, наблюдая феномены материального мира, мы не можем прийти к такому выводу, что ничто из ничего произошло все случайно. И тогда приходит на помощь вот эта теория самоорганизации материи, что в материи есть свойство самоорганизовываться, оказывается. Вот. Лично для меня это очень-очень наоборот, вот эта идея, то, что вот эта теория возникла, теория самоорганизации материи, только еще сильнее укрепляет аргумент теистов. Мы не будем называть всех людей преданными, которые верят в существование Бога, это не так. Но можно условно их называть теистами. То есть это только укрепляет аргумент теистов против того, что в Вселенной произошла из взрыва, что у нее есть разумное начало, у которого нет в свою очередь причины. То есть причиной Вселенной является разумная сила, у которой в свою очередь нет причины. То есть вот это то, что свидетельствует, то, о чем свидетельствуют все феномены материального мира. Мы едва ли здесь найдем что-нибудь такое, что прям убеждает нас, что Бога нет, что вообще ничего нет, нет смысла вообще в существовании. Даже атеисты, которые придерживаются таких безбожных атеистических взглядов, не верят в существование души, в существование жизни после смерти и так далее. Они не могут следовать своей философии. Это невозможно. Для них невозможно. Они все равно защищают какие-то моральные принципы. Они все равно стремятся к каким-то целям в течение жизни. То есть этой философии невозможно следовать. Итак, почему я сослался, почему я считаю важным сослаться на вот эту статистику, посмотреть на то, что происходит вообще в мире, в этой сфере. Как люди, сколько людей верят, сколько людей не верят в Бога. Если верят, то какие у них представления о них. Что думают сомневающиеся, которые не знают, Бог есть или Бога нет. У кого это? У Тургенева, что ли? Там есть такие осуждения, что он как бы, не помню, по-моему, не помню, у кого по программе в школе это было. Всегда это без желания большого читалось. И все это депрессивное такое, эти русские классики, что я не помню, но вот это запомнилось. Кто там, герой одного из произведений наших русских классиков. Говорил, что, занимал такую, так сказать, псевдо-всмиренную позицию, говорил, что я кто такой вообще, чтобы заявлять, Бог есть или Бога нет. То есть он как бы посередине, я не знаю, есть он или нет, я не могу знать этого. Может быть он есть, может быть его нет, но у меня нет инструментов. Но это интересное утверждение в действительности. Многие его повторяют. Я встречался в жизни, когда люди, начитанные или помняющие, что они читали в школе, говорили так же. Но они не понимают глубины этого утверждения. А может и сам классик не понимал. Напишите, кто это, если кто-то помнит, откуда это вообще. Это связано с проманами. То есть человек признается, что он находится в невежестве относительно эпистемологии, относительно предмета, изучающего методы получения знания, изучающего инструменты получения знания. Итак, Бог это объект, объект познания в данном случае. Вот в такой подаче Бог является объектом познания. Я не могу сказать, верь, Бог есть или Бога нет. Это Бог является здесь объектом познания, а знание о нем, позитивное знание. То есть когда ты на своем опыте знаешь, да, Бог есть точно, у меня есть точные знания на этот счет. Или я точно знаю, что его нет. Это прама. Прама это знание об объекте познания. Это правильные представления, точные, безошибочные представления об объекте познания. Истинное знание. Прама. И промана это то, что помогает получить это истинное знание, истинное восприятие или представление об объекте познания. Промана и Промана – это эпистемология в сфере западной философии и знания. Наука о том, как мы познаем, как мы об инструментах и методах получения знаний. То есть разные категории знания требуют правил применения различных, использования различных методов и инструментов. Если к одному знанию мы применим инструменты, подходящие для другого, то у нас ничего не получится. Итак, это отсылка к эпистемологии, к Проманам я не могу знать. То есть человек признается в невежестве относительно методов, признается таким образом в том, что он не владеет никакими инструментами для выяснения этого вопроса. Итак, почему это важно? Потому что после 14 стиха, с 15 Кришна будет рассказывать о различных вариантах представления о высшей силе, о Боге, о устройстве мироздания, о причинах всех причин. В том числе будет пантеизм, начиная с 15 стиха. Но совершенные знания, совершенные представления об этом предмете, они изложены именно в этих 12 и 13 стихе о Махатмах. А те, кто находятся под влиянием духовной энергии и сознают его таким, какой он есть, сознают его изначально неисчерпаемой Верховной Личностью Бога. То есть нужно выйти из-под влияния материальной энергии и принять прибежище в духовную энергию для того, чтобы достичь вот этой высшей отметки духовной реализации, осознать Кришну и наше вечное отношение с Ним. Итак, еще важный момент в рассуждениях об этом атеизме, о современном теизме, который встречается среди обычных людей, среди ученых. Этот теизм лишен анубавы. Он полностью основан на анумане. Да, то есть анумана и анубава. Две вещи разные, отличающие преданного атеиста. Атеисты это абсолютно сбитые с толку, абсолютно на 100% сбитые с толку конченые на данный момент люди, которые тоже могут проснуться, тоже могут изменить свои взгляды. Но на данный момент это тупик, это самый низ функции, интеллектуальной функции человека. То есть это, поэтому Шил Пропада в комментариях, в лекциях к 11 стиху говорит, что мудхи это люди, тупыли подобно животным или даже ниже, чем животные. То есть это атеизм является, согласно Бхаду Адгите, утверждением Кришны, является самым дном, самым низом функции интеллекта человеческого существа. То есть все ниже уже нельзя, животные даже лучше. Животные лучше, чем атеисты с интеллектуальной точки зрения. И теперь возьмем атеистов, люди более благочестивые, более просветленные. То есть просветленные имеют в виду не что-то там эзотерическое, духовное какое-то, а у них лучше работает разум, у них лучше работает логика, анумана. Основой анумана является протягшей данной, которую мы получаем. Чувств анумана в сущности это анализ феноменов материального мира, различных явлений, которые мы наблюдаем. Это анумана. И люди, которые являются атеистами в наше время, в особенности в ученых кругах, это люди, у которых хорошая анумана, хорошая логика. Они имеют хорошую энергию для анализа, интеллектуальную энергию, они хорошо анализируют. И хорошо анализируют, просто у них хорошо работает разум. И благодаря этому они логически приходят к этому заключению, но они от этого не начинают воспринимать протягшего гамам дармям, да, непосредственно духовную реальность. В большинстве случаев у них не происходит никакого контакта с Богом, с духовной энергией, дайве пракрити. У них нет анубава перед духовных переживаниями, духовного опыта. Как правило, нет у кого-то, может быть, есть. И, то есть, это полностью в сфере ануманы. Шилбрупада говорит о таких атеистах, как сравнивая классический пример из Нияи, приводит, да, подобно тому, как человек, который видит, что из-за горы валит дым, но не видит огня, но может сделать заключение, что там огонь. Дыма без огня не бывает. Также атеисты, наблюдая за феноменами материального мира, приходят к заключению, что у творения есть творец, да, то есть, видя творения, они приходят, что должен быть творец. Это очень общее, упрощенное утверждение, но на самом деле наблюдение за феноменами, за тем, как организованы функции материальной вселенной, организованы. Времена года сменяют, день-ночь сменяют, день сменяется ночью, ночь-днем, сменяют друг друга времена года, происходят различные стихийные явления. И мы видим симметрию, мы видим организацию, мы видим порядок, мы видим законы. Должен быть законодатель, должен быть тишера, который контролирует и обеспечивает все в этом, вот этот порядок. То есть, и этот порядок, изначальной причиной этого порядка является идея, которая обладает Ишвара, то есть, Ишвара обладает чувствами. Ишвара, творец и контролирующий этим конкретным материальным мирозданием, обладает, мы можем видеть, на уровне ануманы, если чуть-чуть просто, так сказать, оздоровить свое сознание, свой разум. Мы можем видеть, что Творец обладает разумом и чувствами. Именно и разумом, и чувствами. Ушел в группа А, есть стихотворение, посвященное Бога Сен-Сан-Свати, Абсолют чувствует, ты доказал туман, мои вады ты разогнал. Абсолют чувствует, Абсолют обладает чувствами, желаниями, всеми признаками личности, высшей личности. То, что все, что может приводить нас в восторг, когда мы наблюдаем проявление сознания, проявление личности, индивидуальности, различные просто в общем, что говорить уже о каких-то экстраординарных случаях, талантов, особых способностей. То есть, нас даже люди могут впечатлять очень сильно, но высшая личность, обладающая высшими танцелентными чувствами и высшим разумом, является причиной всего этого. Он стоит за всем существующим и происходящим в материальном творении. И по феноменам материального мира можно легко, естественным образом, с помощью здоровой, нормальной ану-маны, просто логикой приходить к выводу о том, что он есть, он обладает чувствами и обладает разумом. Но проблема, очень большая проблема отсутствия ану-бавы. Все эти люди с хорошей логикой из-за отсутствия духовного опыта будут до конца своих дней сомневаться в том, в чем они убеждены. То есть, их ану-мана поставляет, дает им вот это знание, Бог есть. Но отсутствие ану-бавы делает их убежденность слабой. И они могут звучать очень убедительно, но мы можем понять, что без ану-бавы, без личного опыта, без духовных переживаний, настоящих, подлинных, они не могут быть утверждены в этих своих убеждениях. И суть даже не в том, чтобы просто быть убежден, суть в том, что большинство из них не занимаются духовной деятельностью и потому не могут являться махатмами. Вот, в общем-то, к чему я клонил изначально. Это к тому, что теисты не являются махатмами, великими душами. А это тоже души, находящиеся, сбитые с толку материальной энергии, находящиеся под влиянием материальной энергии, заблуждающиеся, не понимающие масштабов и качества, масштабов величия верховной личности Бога, его трансцендентных качеств, не имеющие понятия о его трансцендентной форме, сад-читананда. Не способны на данный момент, даже со своей хорошей ануманой и теистическими выводами, не способны поверить в то, что он личность, обладает трансцендентной формой, подобной формой человека. И он чувствует, желает, и он обладает совершенным разумом. Он Адипуруша, изначальная личность, изначальный наслаждающийся. То есть, он вечно существует, он существует во всех фазах творения, поддержания, разрушения. Он существовал до того, как развернулось это материальное творение. И он существует ради наслаждений. Пуруша означает наслаждающийся. Бог, верховная личность Бога, является верховным наслаждающимся. От этого в нас, в живых существах, тоже есть страсть к наслаждениям. И мы заряжены на этот поиск наслаждений. В материальном мире. То есть, Анумана и Анубава. В чем, что предлагается в сознании Кришны, в Вайшнанской Сампродая. Мы предлагаем, следуя поступам Ачарьи, передавая послание, как оно есть. Мы в действительности даем людям возможность получить Анубаву. Анубаву. Да, то есть, и совершенная Анумана. А совершенная Анумана, анализ и выводы, основные на шастрах от логика, необходимо присутствует. Безусловно, но у нас есть больше. У нас есть Шабда Брахмана, откровение Вет, где раскрывается то, что вообще невозможно воспринять чувствами и прийти к заключению с помощью логики или Ануманы. Невозможно прийти к заключению с помощью Ануманы, к заключению, что Верховная Личность Бога в своей духовной обители, Галоки Вриндаване, к тому, что его духовный обитель называется Галоки Вриндаване, что там есть гопи. Там есть гопы, пастушки, девушки-пастушки, мамы Ишода Нанда, мы не можем прийти к выводу через Ануману, выявить, что из себя представляет эта Санатана Дама, вечная духовная обитель Верховной Личности Бога, какая деятельность там разворачивается, какие принципы этой деятельности, какой принцип основной существования этой духовной обители, каким образом. Мы не можем, это все можно получить только через откровение Вет, да. И самое главное, что можно получить, слушая из авторитетного источника, это Анубао, это, или как это было, протягшая, протягшая логовом, да, непосредственно, непосредственно осознать это, да, непосредственно осознать это таким, какой оно есть вечно на самом деле. То есть, как мы видим друг друга, мы можем разговаривать с другим, мы видим черты лица, манеры, мимику и так далее, тембр голоса. Также мы можем осознать вечную духовную реальность Санатана Дама, обители Господа, трансценерную деятельность Санатана Дама, предное служение в различных расах. И Верховная Личность Бога Санатана, вечную, неистощимую Личность, являющаяся центром деятельности в духовном мире. Он является сосредоточием всего. Кришна-самбанха. Самбанха для Кришна-самбанха. Кришна является сосредоточием всего. Это мы получаем из вет, из парампоры, мы получаем логику, мы получаем откровения, которые нельзя получить с помощью логики. И мы получаем практику, с помощью которой мы можем получить протягшую духовные переживания, восприятие этой высшей духовной реальности. Например, преданные начинающие, преданные на уровне Садана Бхакти, могут иметь опыт защиты Кришны. Опыт того, как Кришна лично проявляет к ним милость, помогает им очиститься от каких-то материальных привязанностей или анартых недостатков. Как он проявляет себя в их жизни. То есть, это непосредственное протягшее, это непосредственное восприятие трансцендентных качеств Личности Бога. То есть, мы на своем опыте можем убедиться в том, что он действительно сухрид, лучший друг всех живых существ. Он очень сострадателен и милостив. Посмотрите на преданных, которые вам не нравятся. Очень сильно не нравятся. Давайте смотреть в правду глаза. Такое может быть преданные могут проповедовать какую-то чушь, отклоняться, как-то поступать по-скотски. Прямо скажем. И вот посмотрите на этих преданных, которые вам не нравятся. И теперь проанализируйте их положение в сознании Кришны. Они уже много лет, наверное, повторяют Харе Кришна, служат, выполняют служение какое-то. Чередуя его с какими-нибудь гадостями, политикой, интригами, лицемерием, двуличием, еще чем-нибудь. Что там нам всем не нравится. Да, в принципе, что есть и в нас самих. Наверняка, скорее всего. Да, и вот они продолжают. Они, то есть, небеса не разверглись, как говорится. Гром не ударил и не раскроил им голову. Да. Они не ушли из сознания Кришны и даже, похоже, не уйдут никуда. То есть, и они даже преуспевать могут. То есть, мы можем по-разному на это смотреть. Некоторые люди действительно слишком греховные, оскорбительные. И мы можем по этим качествам и поступкам понять, что их будущее, они должны будут страдать. Они должны будут как-то от этого избавляться, проходить через какие-то испытания и страдания, чтобы избавиться от этого, освободиться. Но многие продолжают и продолжают сознание Кришны и находятся в нормальном положении. И если мы беспрестанственно посмотрим, опираясь на знания о трансцендентных качествах Господа, в особенности Господа Читания, Господа Нитянанды, Его спутников, то мы поймем, к ним Кришна милостив, Он прощает их. Мы не можем простить, а Кришна, похоже, прощает, понимает ситуацию. То есть, естественно, Он обладает совершенным пониманием, совершенным знанием, чем Он хочет поделиться с нами, не очень восприимчиво бывает. То есть, Кришна милостив ко многим преднам, да к преднам, у которых множество анарт, а у нас не множество анарт. То есть, это проблема мирского морализма. Ладно, мы к этому подойдем, а печать суда, почему-то... Я говорю о трансцендентных качествах Кришны, Он очень милостив. По этой причине те, кто вам не нравится и мне не нравится, находятся в сознании Кришны, не уйдут из сознания Кришны и продолжают свое служение, несмотря на какие-то желания, пуджи, лобхи, пратишки и так далее. То есть, это не вселенская несправедливость, это милость. Это милость и сострадание Верховной Личности Бога. Они тоже должны быть связаны с Кришной, заниматься служением, быть рядом, слышать трансцендентные звуки, повторять трансцендентные звуки, набирать сукрити и так далее. Они должны тоже иметь эту возможность. И мы просто любим себя и прощаем себя, соответственно. Мы любим себя, мы прощаем тех, кого мы любим. Мы любим себя очень сильно, да, и мы прощаем себя. Но если мы постараемся, напряжемся, беспрестасно посмотрим на себя, то мы тоже не очень хорошие люди, скажем так. У нас мы тоже обусловлены души, мы оскоренены гунами, мы тебя деятельностью в гунах. У нас есть последствия грехов, греховной наклонности, желание наслаждаться. У нас есть склонность к какие-то амбиции или склонность к тому, чтобы не проявлять смирения, не подчиняться, не покоряться высшей воле, быть независимыми и так далее. Это комплект, набор качеств нежелательных, качеств, которыми обладают все обусловленные души. То есть, в каком-то смысле, если мы видим, что многие преданные хорошие, а многие плохие, то в действительности мы сами не менее плохие. У нас нет любви к Кришне. Это самое плохое качество. Нет любви к Кришне. Это самое плохое качество. Все остальное – это мирской морализм. Кто-то пришел с хорошими самскарами, честный, благородный. Я очень, нельзя сказать, очень… Но все-таки знаю и встречал материалистов, которые едят коров. Что может быть ужасней? Не верят в Бога, занимаются любыми видами греховной деятельности. Но они могут быть честными, у них могут быть какие-то сильные моральные принципы, которых иногда мы не видим в людях, которые не едят мясо, рыбу, яйца и так далее. Следуют четырем принципам, повторяют мантру. Но у них нет моральных принципов. Они очень к нилу могут себя вести. Об этом будет дальше, обече от суда вечера. Но сейчас мы говорим об этом в контексте трансцендентных качеств Кришны, которые непосредственно можно воспринять на уровне садами, бхакти, непосредственно почувствовать его милость, его сострадание к нам, его помощь с его стороны, помощь нам в преданном служении, во всем, не только даже в духовных вопросах. Это возможно, его защиту мы можем почувствовать уже на начальных уровнях садами, бхакти. Это возможно благодаря действию духовной энергии. Если мы следуем по стопам ачарьев, великих личностей, махатм, то мы постепенно сами приобретаем качество махатм, осознаем Кришну. Осознаем именно не в теории, как ученые-теисты, через ануман, а на практике. Вот это самое ценное. Поэтому, какие проблемы мы в связи с этим можем рассмотреть в себе, да. То есть, анархоневрития – это очень большая цель, очень большая задача в изучении шастра. Цель изучения шастра – анархоневрития. Освобождение от анарх. Мы идентифицируем свою болезнь и, соответственно, с этим знанием прикладываем усилия, соответственно, чтобы от этой болезни избавиться, лечим себя. Находим болезнь, да. Шастра, знание шастра помогает найти болезнь на любой ее стадии. И дает знание, и мы можем получить из шастра, и из общения с предными знания, реализованное знание, как эту болезнь вылечить. И вот в контексте того, что мы обсуждаем сейчас, что мы можем видеть в обществе предных. У нас зачастую и анумана очень слабая. Мы очень слабые атеисты. То есть мы ленивы интеллектуально и не дорабатываем даже здесь, в теории. Кто может до конца, до конца в любом обществе очень подкованных, с подвешенным языком атеистов, выдержать и победить их, или, по крайней мере, выдержать и достойно, бесконечно приводить различные аргументы. Кто эмоционально, интеллектуально это может выдержать? Многие предные могут, многие нет. То есть даже с точки зрения ануманы мы слабоваты. И дальше анубава, самое главное, духовный опыт, духовное переживание, непосредственное осознание. То есть как нужно практиковать, чтобы оно было? То есть нужно предаваться, нужно предаваться Кришне. Тот, кто предается Кришне, не просто механически выполняет предное служение, или еще хуже, чем механически хорошо выполняет предное служение, еще хуже лениться и не выполнять предное служение, выполнять его недолжным образом. Но это препятствует обретению живого духовного опыта Амубавы То есть нужно предаваться, нужно совершать баджан честно Ради того, чтобы пробудить себе любовь к Кришне А не для того, чтобы впечатлить других или достичь какого-то положения в обществе Или признания обществом преданных Нужно решительно оставить эти идеи И посвятить себя баджану Наши ачарии использовали Чешилу Прапада меньше использовал это слово Бхакцансарасвати использовал это слово В основном Посвятить себя честному, искреннему поклонению Кришне Ради того, чтобы просто развить отношения с Ним Если мы делаем садану и служение какое-то ради чего-то другого То результата мы не получим То есть мы будем делать много, но результата не будет То есть это вот это очень важный момент Действительно вдохновиться высшей целью жизни Парам и Парушартхой Возможностью развить любовь к Кришне И когда в человеке пробуждается трансцендентная привязанность к Кришне Ему плевать, какое у него положение, что о нем думают Он удовлетворен в своем естественном положении слуги Кришны, Гуру и всех Вашнавов Вот к этому нужно стремиться К внутренней жизни, к честному баджину Не для того, чтобы производить впечатление Не для того, чтобы занять какое-то положение Получить признание Нет, нети, нети, нети Не для этого, не для этого, не для этого Не для этого, как Аиндара проговорил Нам дана эта ценная человеческая жизнь Не для того, чтобы мы устраивали здесь конкурс за популярность В обществе преданных Иногда это можно видеть карьеры, популярность, признание и так далее Иногда это естественные анархии У кого их нет? Но надо что-то сделать, чтобы действительно иногда хотя бы вдыхать этот трансцендентный кислород Так сказать, или иногда делать глотки этого нектара Настоящее трансцендентное счастье Это происходит, когда мы искренне стремимся к Кришне Стремимся развить отношения с Кришной Практикуя сознание Кришны Не на показ Не ради внешних целей Не ради второстепенных каких-то целей Освобождение от страданий И чтобы мне хорошо было и так далее Нам не может быть нехорошо в сознании Кришны Мы частицы Кришны Это естественное для нас положение Нам не может быть нехорошо Чем больше жертвы, чем больше преданий Тем больше счастливы, преданы Итак, анумана и анумбава И с ануманой, и с анумбавой надо работать У нас должна быть хорошая анумана Мы должны убеждены быть с точки зрения И подкованы с точки зрения логики Убеждены в существовании Бога Причины всех причин Которые являются личностью, обладают чувствами Мы должны быть убеждены, что это Кришна Сатчидананда Виграха Говинда Ади Пуруша Которым говорят шастры То есть откровение шастр И подтверждение великих личностей, ачарьев Это шастра югти анумана Это логика, основная на анализе феноменов материального мира Шастра югти Это логика, основная на утверждениях шастр И третье, анумбава, личный духовный опыт Кришна, верховная личность Бога Я его вечный слуга Это должно быть нашим личным духовным опытом И предное служение, практика сознания Кришны Вся культура сознания Кришны Дает возможность для этого опыта Здесь мы закончим с 11 стихом Глупцы смеются надо мной, когда я прихожу в материальный мир в облике человека Им неведома моя духовная природа, верховного повелителя всего сущего И теперь перейдем к 12 стиху О, все-таки Тургенев Спасибо Базаров Тургенев, нигилист Точно, я сказал Тургенев, да? Или кого-то Хорошо Окей, вопрос Анубава не будет хорошей, если Анумана хромает? Я начал отвечать на этот вопрос Анумана, то есть логика Если хромает Будет ли также хромать Анубава, личный духовный опыт? Ответ такой, что логика может хромать Но Анубава, личный духовный опыт Перекроет этот недостаток То есть если предный Искренне служит духовному учителю Практикует сознание Кришны искренне Он будет убежден На уровне Анубавы Или протягшего личного опыта Будет убежден В благе предного служения В могуществе предного служения В милости Кришны и так далее То есть это не так, что этим нужно пренебрегать Но это вторично Анумана То есть убежденность логическая В существовании Бога Подобной той, которой обладают ученые Материалисты Или просто обычные люди Убежденные в Бога Но не занимающиеся предным служением Это вторично Это не так важно Важно именно принять прибежище В духовной энергии Принять прибежище в практике Предного служения Принять прибежище у духовного учителя И следовать его наставления Вот это важно Вот это награждает самым лучшим То есть самым главным Анубавой То есть человек на своем опыте Убедится в том, что Кришна Верховная Личность Бога И предное служение Ему Самый могущественный процесс И для нас это естественное положение То есть во всем этом Можно стать убежденным Просто практикуя предное служение Но Анумана Можно ее также объяснить Как красноречие Красноречие С помощью которого Человек может убеждать других Оно также рождается Из Анубавы Анумана То есть человек может быть Убежденным сам И способен убеждать других Мухам кароти вачалам Пангум млангай тегирим То есть по милости духовного учителя Хромой может перейти горы А немой может Очень красноречиво говорить Поэтому среди вот этих двух Анумана и Анубава Главное Анубава Анубава это Личный духовный опыт И это Обретается Если Предный искренне Занимается Предным служением Следует наставлениям Духовного учителя Практикует сознание Кришны Все придет Придет и Анубава И Анумана Но если мы просто На уровне Ануманы Лишь только Как мерзкие ученые Которые верят в Бога У них нет Анубава У них нет личного опыта Они не живут В соответствии с этим И они до конца Будут сомневаться И в общем-то Их вера Такая На уровне Ануманы Она не повлияет Сильно Не повлияет Особо на их жизнь Как-то значительно Они также находятся Под влиянием Материальной энергии Они также находятся В мае Как и атеисты Эти теисты То есть Нужно оценить Сознание Кришны Как нечто Что оно Что оно Гораздо больше Гораздо больше И выше Чем Теизм Обычный теизм Обычный теизм Основан на Анумане На анализе Феноменов Материального мира Анализируете Феномены Некоторые люди С более Светлым разумом Приходят к заключению Что Бог существует Что Он обладает Разумом Но Это не так много В сознании Кришны Можно получить Гораздо больше Следующий вопрос Как выражаются Чувства Кришны По отношению К преданным Мы читаем В шастрах В Бхагавадгите В частности Что Кришна Беспредстастен Ко всем живым существам Он относится Равно Но особым Образом Относится К преданным То есть В этом Также проявляется Его абсолютная Справедливость Отсутствие Несправедливости В нем Он Дает прибежище Каждому Кто у него Этого прибежища Ищет Вот в этом Проявляются Трансцендентные Качества Кришны Как проявляются Его чувства Кришны Это зависит от Уровня Отношений Преданного Мы не можем иметь Такого же опыта Чувств Кришны Какие чувства Кришна Испытывает к нам Как преданные Которые находятся На совершенном Уровне Сознания Кришны Но Мы читаем Из шастра И мы можем До какой-то степени Реализовать Это на уровне Саддхбхакти Что Кришна Проявляет Сострадание Ко всем Обусловленным Душам И он Проявляет Милость К преданным Джива Гасвами Анализирует То что Бхакти Постичь Кришну Можно только По милости Кришны Когда Кришна Сам откроется Да И Ну Шилл Бурпада Тоже об этом Часто говорит Но Он делает Утверждение Что Он В этом анализе Что Кришна Проявляет Милость Только к преданным Только к преданным Он не проявляет Милость К непреданным Он проявляет Сострадание Он Проявляет Беспристрастное Отношение Он хочет Чтобы все живые Существа Достигли Совершенство Духовного Он хочет Чтобы они Вернулись Домой К Богу Но Непосредственно Лично Милость Он проявляет к преданным и таким образом проявляется чувство кришна помогает преданным помогает преданным прогрессировать сознание кришна дает все необходимое для этого мы немножко опережаем естественным образом события потому что речь пошла о кришне об отношениях с кришной но в этой главе это все будет вот эту тему будет развиваться и в двадцать втором стихе кришна скажет что он дает все не все то все чего не хватает он помогает сохранить то что у предного есть и дает то что ему не хватает вот так проявляется его чувство к предному он обеспечивает предного всем необходимым он помогает ему идти по пути сознания кришны то есть вот этот принцип когда кришна помогает сохранить то что есть и дает то чего не хватает он распространяется на материальное поддержание и на духовный прогресс в обе стороны такого объяснения ачарьев этого стиха объяснение ачарьев вот этого стиха то есть кришна дает все необходимое вот так проявляются чувства кришны отношения кришны к своим преданным на уровне садана бахте мы можем до какой-то степени это почувствовать в полной мере это его чувство его любовь могут чувствовать только те кто находится на совершенной стадии на совершенном уровне сознания кришна да я теперь почему-то я вас не слышу говорят да напишите кто а вот сейчас слышу да да говорите да да про бахарин дышна поскольку на лекции такой вопрос у меня появился про преданных вот вы говорили да что кришна терпит не всех терпит да например заведом которые купцами проповедники психологи а ему он сидит 20-30 лет с нами кришной и они продолжают сидеть есть преданных которые вводятся за черту а за там хороший сад у преданных они сами другие яны сколько слышала говорят что есть преданных которые боролись и все и больше потому что ни с чем боролись я так разошла над этим почему так происходит духа я понял вопрос но если вкратце то вопрос том что некоторые не очень искренне и сознание кришна как нам кажется да и не очень правильно практикуют и понимают сознание кришна но они все равно сознание кришны и как-то они живут и как испытывают какое-то счастье от жизни да а некоторые кто хочет практиковать правильно хорошо понимает все правильно у них как-то складывается жизнь тяжело с ними что-то происходит и так далее в этом вопрос да что что иногда кажется так что менее искренне нормально себя чувствует а более искренне страдают так а уходят из искон но уйти уйти период а вот то вот это более правильное утверждение перестают практиковать уйти из искон человек может какие-то иметь причины на это но он может при этом не перестать практиковать некоторые ученики шиллуп рупада не переставали практиковать но из активной жизни общество они ушли по так сложилось у них да если человек перестает практиковать то надо подождать он может начать практиковать об этом об этом говорится в шима богатом 1517 что шиллуп рупада в комментарии к этому к этому стиху помните известный стих где говорится что тот кто в бросает выполнять свои предписанные обязанности встав на путь праведного служения но потом падает ничего не теряет а тот кто в идеале идеально выполняет свои предписанные обязанности ничего не придет что он приобретает он ничего не приобретает если он не служит господом а и шиллуп рупада в комментарии к этому стиху шима богатом бандит 517 говорит что преданный который однажды испытал вкус лотос на стоп кришны ему ничего не остается когда он падает все-таки уходит из-за каких-то материальных желаний он не может забыть этот вкус ему ничего не остается кроме как вновь и вновь вспоминать этот трансцендентный вкус то есть есть разные преданные которые прекратили практику есть преданные которые прекратили практику но они придут скоро вернуться назад здесь надо осторожнее быть в суждениях а есть нарадхамы которые практикуют сознание кришны какое-то время потом видят что она не помогает им реализовать их мирские амбиции и бросают его как неподходящее для них что-то и записывают видео я не кришнаид примеру это нарадхама это нише из людей то есть определение нарадхама нише из людей наших ачарьев это люди которые практиковали сознание кришны но потом из-за того что она не помогает им выполнить их материальные цели бросили практиковать вот эти люди нише из людей они хуже чем мудхи хуже чем глупцы которые стремятся к наслаждениям то есть они не они им дала дана была возможность практиковать сознание кришна они от нее отказались это нарадхамы вот а некоторые это а некоторые в силу каких-то причин на вас он привычек обстоятельств каких-то временно прекращают практику но помнят о вкусе которые они испытывали когда практиковали они очень ценят сознание кришны я много преданных видел которые на каком-то этапе ну прямо на этом этапе сейчас в настоящее время имеет проблемы с исследованием принципами и с практикой но они помнят вкус это то они уважают преданных они верят в учение гуру парампара ветер процесс бакте и просто клянуть себя что у них что-то не так вот такой период они переживают я как-то рассказал духовному учителю таких преданных как они чувствуют как они думают вот один предный говорил что я не заслуживал инициации мне не надо было давать инициацию я оказался не искренним но с другой стороны ведь если мне не дали инициацию я бы уже не пытался я бы не пытался может быть так вернуться и не чувствовал бы себя плохо благодаря инициации я чувствую себя плохо и пытаюсь вернуться на и духовный учитель сказал это же качество ващнава разве не так то есть он был впечатлен что это качество преданного но он казалось бы плохо практикует сейчас она нарушает принципы вот поэтому те кто прекращают практику сознания кришны они не все одинаковые некоторые продолжают помнить этот вкус который они испытывали а некоторые думают секта поганая как хорошо что я этих избавился да то есть там разные люди разные души а что касается страданий преследования и страданий через которые там преданные проходят который может быть искренне или более искренне чем те которые не проходят через страдания но это нормально преданные должны страдать искренне преданные должны страдать чтобы их сознание Кришны стало лучше. Как-то спросили, Горганда Махарадж часто говорил, что нужно достичь этого уровня, таких чувств Кришны, чтобы плакать от любви Кришны, от разлуки с Кришной. И ему задали вопрос, а как достичь вот этого уровня? И он ответил, что нужно очень много страдать. То есть Кришна помогает преданным очиститься, посылаем различные испытания. То есть наличие испытаний не является свидетельством того, что с преданным что-то не так, или его Кришна бросил. Нужно смотреть на то, как человек проходит через испытания. Вот на это надо смотреть. Если есть испытания, и он через них проходит, то все хорошо. Кришна очень милостив к нему. Такой ответ. Давайте дальше пойдем к следующему тексту. Заблудшие, избитые с толку, они придерживаются демонических безбожных взглядов, и потому их надежды на освобождение никогда не сбываются. А все их попытки преуспеть и обрести знания постигает крах. Санскрит давайте прочитаем. Заблудшие, избитые с толку, они придерживаются демонических безбожных взглядов, и потому их надежды на освобождение никогда не сбываются. А все их попытки преуспеть и обрести знания постигает крах. На санскрит давайте посмотрим, чтобы разглядеть детали в этом стихе. Здесь три вещи есть. Мога Аша, Мога Карма, Мога Кьяна. Вечето Саха, три вещи. Аша означает надежда. Мога Аша, Вечето Саха. Мога Карма, Вечето Саха. Мога Кьяна, Вечето Саха. Вот эти все три Вечето Саха. Вечето Саха означает, введенные в заблуждение или крах. Они сбиты с толку в итоге, оказывается, и терпят крах на всех этих трех поприщах. И первое, здесь не говорится бхакти-слово. Но Мога Аша относится к тем, кто занимается преданным служением Верховной Личности Бога, но при этом не принимает Кришну Верховной Личности Бога. Очень многие группы духовные, религиозные попадают в эту категорию. Мога Аша – это те, кто не принимает Кришну Верховной Личности Бога, не понимает, не сознает, как глумиться над Ним. Но тем не менее, он в какие-то формы преданного служения поклонения может совершать. Мога Карма – это те, кто идут путем кармы, деятельности ради плодов. Те, кто совершают различные ритуалы, жертвоприношения, обряды для того, чтобы улучшить свое положение в материальном мире. У них тоже ожидает крах из-за того, что они глумятся над трансцендентной формой Верховной Личности Бога Кришны. И Мога Гьяна, и все их попытки изучить Упанишады, Веданта Сутру, Веды, все их попытки обрести знания и плоды этого знания в форме освобождения тоже терпят крах. То есть, чем бы человек ни занимался, даже если он занимается преданным служением, но в сердце глубоко не принимает, не сознает, что Кришна является Верховной Личностью Бога, как сознают в будущем, в следующем стихе будет сказано, Махатмы, великие души, то он не достигнет, не будет совершать прогресса, никакого прогресса не будет. То есть, люди, которые не едят мясо, рыбу, яйца или мясо, рыбу, или еще что-нибудь не едят, что-нибудь, чему-нибудь следуют, повторяют мантру, посещают киртанмеллы, если они не обретут вот этого знания и опыта духовного, не будут убежденными в том, что Кришна Верховная Личность Бога, и не будут жить в соответствии с этим, то даже несмотря на то, что они выполняют какое-то преданное служение, их ожидает рождение, старость, болезнь и смерть. То есть, это очень консервативные утверждения, которые содержатся в шастрах и в учении наших ачарьев, которые не очень просто перевариваются, знаете, как тяжелая пища, чтобы переварить, надо чили, надо кумин, надо специи определенные, чтобы они стимулировали бобовые, это тяжелая пища. Некоторые утверждения очень тяжелые, они плохо перевариваются, а когда речь идет о знании, об интеллектуальных продуктах, так сказать, для понимания интеллектом, то это прям мимо проходит, это не усваивается, мы как будто этого не слышим, не хотим в это верить, не хотим это принимать. То есть, мы понижаем стандарт, понижаем стандарт в своем сознании. Вот как-нибудь там повторил и все, уже вайшнав. Потому что даже есть такие утверждения, Господь Читания дают определение вайшнава, если кто-то хоть раз повторил. Но повторил чисто, повторил чисто, искренне. Тот, кто повторяет намапарадху и намабхаз, вот такой намабхаз, который там на улице, о, кришнаиты задолбали, да, к примеру, это намабхаз. Но он не является вайшнавом благодаря тому, что это тонкая вещь, это тонкая наука, кто является вайшнавом. И есть очень строгие определения, есть либеральные определения. Но если мы говорим о возможности, о том, чтобы быть достойным возвращения в духовный мир, то здесь мало кто является вайшнавом из повторяющих Харе Кришна и посещающих храм даже. Вот, пожалуйста, вот что пишет Шилупрупады. Есть много преданных, которые считают, что обладают сознанием Кришны и занимаются преданным служением. Но в сердце своем они не признают Верховную Личность Бога Кришну абсолютной истиной. То есть некоторые могут находиться в сознании Кришны, в обществе сознания Кришны просто по какой-то удаче, безусловно, по какой-то удаче, благодаря... Они удачливы, возможно, удачливы. Возможно, нет. Это опять тонкий вопрос. Шилупрупады говорил, что аппаратха, оскорбление садху, оскверняет человека еще хуже, чем до того, как он пришел в сознание Кришны. То есть человек отправляется, так сказать, его сознание отправляется на уровень еще более низкий, чем он был до того, как пришел в общество преданных. Вот так, вот это последствия вайшнава аппаратхи, саду нинды, оскорбления вайшнавов. И с какими-то своими непонятными представлениями, со своими предпочтениями, настройками, нравится, не нравится, правильно, неправильно, человек может прийти в общество преданных, заразиться какими-то не теми биджами и оскорблять садху, вайшнавов, которые идут искренне по пути сознания Кришны. И утвердиться в этих оскорблениях из года в год. Его положение будет не очень, скажем так. Такой человек едва ли вообще обретет веру в Верховную Личность Бога. Едва ли он примет Кришну. Он не поймет, что Кришна абсолютно истина. То есть многие могут быть даже в движении сейчас, в наше время в движении, в искон, но не понимать, что они обрели абсолютную истину, что они пришли в систему, где они могут осознать абсолютную истину, что то, что содержится в шастрах, в Бхагадгите, в Ширмадбхагу, это абсолютная истина, это совершенное знание. Многие этого не понимают. То есть они находятся в искон, на том же уровне, на котором они могли бы находиться у сай-бабы у кого-нибудь или еще у какого-нибудь йога, аватары и так далее. То есть они благовониями привлекаются и вегетарианской едой, гупидрессами, еще чем-нибудь, тусовкой какой-то. То, что здесь пацифичность немножко присутствует, что можно, преданных можно, ну, можно чувствовать себя, так сказать, фривольно, никто тебя морду не набьет за хамство и так далее. Некоторым людям это может быть нравится в обществе преданных. То есть, если посмотреть критично, внимательно на стандарт, то стандарт очень высокий и утверждение, доказательство есть. В Шишитане Чаритамриде есть утверждение, что можно тысячи жизней или миллионы жизней повторять Харе Кришна. Повторять Харе Кришна не пять лет, не десять, не двадцать даже и тридцать, а миллионы жизней можно повторять, сотни тысяч жизней и не обрести любовь к Богу из-за оскорблений. Не все то золото, что блестит, по-простому говоря, не каждый преданный, он преданный в полном смысле этого слова. То есть преданные, которые глубоко не принимают Кришну, абсолютной истинной, верховной личностью Бога, но тем не менее они как-то практикуют сознание Кришны, и они, Мога Аша, их все надежды на освобождение, на духовное освобождение, на прогресс, они все терпят крах, никакого прогресса быть не может. Нужно принять Кришну, нужно принять Кришну Падеш, учение Кришны, наставление Кришны, изложенное в Бхагадгите, как самое высшее, самое совершенное, абсолютное знание исследовать этому. Все остальное нужно считать мусором. Я помню, это нектарное чувство, которое в первом... Я помню, когда оно непрерывно присутствует все эти годы, но я помню первый раз, когда я испытал это нектарное чувство от осознания, что все кроме вот этих книг является просто бесполезным хламом. Я хотел просто выбросить все книги из шкафа в своей комнате. Не стал раздражать этим родителей, но желание было. То есть все обесценилось. Вот это абсолютно истина, все остальное бессмыслица, абсолютная трата времени и абсолютная иллюзия, абсолютное невежество. Просто все эти труды это различные формы невежества. Это просто бульон из испражнений чувственных наслаждений, которые никогда не принесут нам счастья. Не все понимают, что сознание Кришны это абсолютно истина. Я сам попадал в ситуации, когда меня готовы были распять последователи Христа, которого тоже распяли в свою очередь. То есть люди преданные, преданные имеют с виду, преданные, носящие канхималы и крестики, готовы были просто сжечь меня, как ведьму, или распять, как Иисуса, уничтожить, смешать с грязью, просто за то, что я утверждал разницу между знанием, которое дается в ведах, и знанием, которое можно получить в любых других религиозных и духовных течениях. Да. Я не могу сказать, что я совершал какие-то оскорбления. Я объективно оценивал разницу между абсолютной истиной, совершенным знанием и вот этой мешаниной из совершенного знания, фрагментами совершенного знания с какой-то, с каким-то бредом, умственной степней, каким-то ужасом вообще. Ветхий Завет и какие-то иудейские писания. Там же столько просто такого трэша, такой мерзости, абсолютно антирелигиозной, что никакой здравомыслящий человек это никогда в жизни не примет. Да. И это даже нельзя объяснить, интерпретировать. Это вот оно как есть, так есть. Просто мусор и есть мусор. Да. Какой смысл вообще это принимать? Какое отношение? То есть это имеет вообще к истинной духовной, религиозной жизни утверждение о том, что все должны, все остальные, кроме нас, рабы, нашими рабами должны быть. Даже делали опрос, вот у вас есть утверждение. И там разные спекуляции такие в светской манере, что между хозяином и рабом могут быть и хорошие отношения, может быть, это не так плохо, все-таки кто-то должен быть хозяином, а кто-то рабом и так далее. про смерть, про глаз за глаз, зуб за зуб и так далее. То есть, очень невозможно, нельзя это сравнить, как можно, как можно держаться вот за это, после того, как ты нашел сознание Кришны. Значит, человек не поверил. То есть, это нельзя, и таких людей нельзя считать преданными в полной мере. они не понимают. Сколько раз им объясняли, сколько раз их пытались увещевать, не понимают. Да, это просто, это посвящается людям, которые носят крестик поверх конхимал. Сними что-нибудь одно, сними что-нибудь одно, оставь что-то одно, во что ты веришь больше, и сними что-то одно. Вот все, что надо сделать, вот это просто здравый смысл. Во что ты веришь полностью, без сомнений, то и оставь. Кому-то может быть оба придется снять. Вера такая вещь, если она делится, то она не там, не там, не нормальная. Вот, вот за это, вот то, что я сейчас говорю, были жалобы, были преследования, санкции, наказания и так далее. Да, безусловно, мы уважаем учение Иисуса Христа, следуя нашим очариям. мы никогда не будем спорить с этими светлыми, полными преданностями, утверждениями, которые есть. Но, мы никогда не будем принимать, что можно убивать животных и есть их плоть. Мы никогда не будем принимать, что кто, какой-то народ, он избранный, а другие должны быть его рабами. Мы никогда не будем принимать, что нужно неверных уничтожать вместе с женщинами, детьми, чтобы их племя вообще не возродилось никогда. Мы никогда такое не примем. Почему мы должны серьезно относиться к системе, к культуре, к течению, где это написано вообще. Итак, Могааша мы обсуждаем, что, по видимости, даже преданные, которые служат Богу, но не принимают Кришну абсолютно истинной Верховной Личностью, они никакого прогресса не достигнут и никакого освобождения им не видать. Это также важно критически направлять на себя и выжигать полностью весь этот мусор атеистический мусор, который может еще застревать в нашем уме из прошлых жизней, из прошлых представлений о жизни и так далее. И даже карма, благополучие в этом материальном мире им не видать. Да, сейчас человек может преуспевать какое-то время, потом он стареет, болеет, умирает, отправляется в ад. Вот и все. Ничего хорошего не светит человеку, который не принимает серьезно сознание Кришны. В этом в общем-то и цель движения сознания Кришны убедить людей принять сознание Кришны, встать на путь предного служения и принять Кришну и служить ему под руководством духовного учителя. В этом цель человеческой жизни, потерянная, забытая цель человеческой жизни, забытая и потерянная в современном обществе. Мога Аша, Мога Кармана, Мога Гьяна, Вечета Саха. Вечета Саха они в конце концов взбиты с толку и терпят крушение. И Ракшасим, Асурим, Чайва. Они придерживаются демонических и безбожных взглядов. Ракшасим, Асурим, Чайва. Ракшасы олицетворяют невежество, асуры, страсть. То есть они под влиянием низших гун материальной природы находятся, стремятся к чувственным наслаждениям и придерживаются атеистических безбожных взглядов. В итоге они как бы опускаются вот до этого уровня. То есть какая-то там вера в Бога это начало, а результат не прогресс, не освобождение. Ракшасим, Асурим, Чайва. Деградация вот в эти формы жизни Ракшасов и Асуров под влиянием низших гун живущих и находящихся под влиянием низших гун прокрытием Мохининм Шритага. Так они навсегда остаются, принимают прибежище в этих взглядах и навсегда остаются надолго, остаются полностью сбитыми с толку, введенными в заблуждение. из лекций Шилпрупады цитата очень очень сильная цитата послушаем Необходимо стремиться Шилпрупада говорит в лекции что нужно стремиться к тому чтобы осознать Кришну Я не их слышу никогда Окей Мы должны стремиться вернуться домой назад к Богу обрести сознание Кришны в полной мере Шилпрупад говорит об этом И для этого нужно принять некоторые добровольные аскезы Вы хотите все живые существа все хотят Вы все хотите безграничного блаженства счастья нескончаемого счастья Но при этом вы не хотите принести в жертву ради этого ничего Вот это давайте здесь остановимся пока Это положение людей был Положением всех нас здесь в материальном мире Это факт что каждый хочет быть счастливым и каждый хочет вот такого нескончаемого счастья Чтобы оно никогда не кончалось Никаких препятствий чтобы ему не было Чтобы было только счастье и счастье и счастье и ничего кроме счастья Все хотят этого счастья А жертву ради этого никакую принести не хотят Дело в том что счастье это возможно только с Кришной в сознании Кришны И для этого нужно некоторые добровольные аскезы принять это нелогично желать безграничного счастья и не быть готовым принести небольшую жертву вот об этом шилу пропад говорит и какая же жертва он продолжает вы должны просто принести в жертву немножко своего времени little time немножко времени приходите и слушайте богат гиту и повторяйте вместе с нами воспевайте вместе с нами это очень великое жертвоприношение вы поймете все просто слушая и воспевая вы поймете все просто принесите в жертву немножко времени в прошлые времена необходимо было принести в жертву всю свою жизнь ради духовной самореализации сейчас нужно просто немножко времени приходить слушать и воспевать и вам все откроется вы обретете полное знание это шилу пропаду уже начинает этот стих негативные а деградации а причина этой деградации выше в одиннадцатом стихе а в аджин анти маммут х то что они мудхи сбиты с толку материальной энергии дальше придерживаются в демонических безбожных взглядов не принимают верховную личность бога абсолютную истину кришну таковым не принимают и чтобы они не делали они во всем будут терпеть крах никакого успеха ни в чем не достигнут но если мы хотим достичь успеха то это несложно немножко времени вот о чем шилу пропады говорит и дальше 13 14 стихи мы не будем начинать отдельно их обсудим на следующей неделе сейчас можно задать вопрос 1 на 1 вопрос пожалуйста можно голосом да пожалуйста смотрите матаджи вот и прошлые вопросы этот вопрос они похожи они похожи они похожи и здесь есть большая вероятность что мы ошибаемся в оценках мы кого-то оцениваем хуже чем он есть на самом деле вот это вот может быть вот это может быть не факт я не утверждаю что это так вот вашем случае вот в этом но это довольно распространенное явление мы очень сильно к этому склонны есть рага и есть качество в людях которые нам нас очаровывают или привлекают нравится естественным образом есть качество неприятные которые нас отталкивают и мы очень склонны в этом случае когда нас отталкивает что-то в человеке не нравится что-то человеке мы очень склонны оценивать его не хуже чем он есть на самом деле это один момент я говорю в общем а да такой может быть такой вот так такое может быть да такое может быть и я я я допустим не знаю сколько жизней я буду повторять харе кришна на я однажды задал вопрос на бум были вопросы на бумажке духовному учителю можно письменно был посылать на вес асану до передавать я задал вопрос никто не знал что я это задал можно любой вопрос задать я задал вопрос что прогресс сознание кришны происходит так медленно что мне кажется что мне нужно миллион мне миллион жизней понадобится это я так думал раньше на что духовный учитель ответил что вам очень повезло те очень повезло ты очень возвышенный душа мне миллион жизней точно не хватит то есть мы должны понять понять суть этого учения его суть в чтобы помочь нам вернуться домой назад к богу и мы должны преодолеть все анархи мы должны мы должны преодолеть анархи не врите вот поэтому как я вот эти утверждения что можно миллион жизней повторять харе кришна это не для того чтобы мы сидели и думали ой какие же бедненькие эти оскорбители а я же им помочь и как же так то и почему же так это утверждение сделано сделается нашими а чарами для того чтобы мы применили это к себе чтобы мы на себя это примерили чтобы мы поняли что я могу повторять миллионы жизней окей окей я не говорю о вас я в общем говорю просто да пытаемся понять вопрос тогда хорошо какой ладно давайте сократим вопрос короткие должны быть когда мы знаем что надо спросить можно это спросить коротко да в чем вопрос конкретно в чем вопрос вот есть вот такой случай описывается если за оскорбление совершается любовь к богу не пробуждается причиной является оскорбление и в этом и в при при наличии оскорблений когда человек не избавляется от них атака остается на этом уровне можно повторять сотни тысяч жизней подряд и не обрести любовь к богу вот вот это утверждение и теперь вопрос в чем вопрос как-то прерывалась связь прерывалась я не я не все услышал еще раз попробуйте тут что-то со связью не слышно вас у вас микрофон отключен окей это утверждение мы должны постараться его понять применить его своей жизни что все не так просто и суть не в том чтобы разочароваться а в суть том чтобы просто становиться серьезнее и искренне поставь подвергать сомнению свою и собственную искренность подвергать сомнению свое собственное качество своего преданного служения и так далее для того чтобы улучшиться шелу пропад однажды сказал на вопрос тамал кришна газ вами после лекции шелу шелу пропад это мал кришна я сами сказал что вы настолько все ясно представляете сознание кришна стука ясно говорите объясняйте ну но несмотря на этом мы настолько несовершенны и шелу пропад сказал благодаря вашему ощущению того что вы несовершенно вы можете находиться на уровне совершенства. То есть вот это чувство своего несовершенства помогает находиться на уровне несовершенства. Это одна из целей вот этих утверждений. Давайте здесь закончим.